Я всегда знал, что если мусульмане, они всегда уважают старых людей, ахсакалы. А сегодня какие? Маленькие ребятишки матерятся. Я тут сказал одному мусульманину, они никакие не мусульмане. Я говорю, мы сюда пришли-то не случайно. Мы принесли великую радостную весть людям, что Иисус Христос умер и воскрес за наши грехи. А он говорит, а я мусульманин. Мусульманин, я говорю, человек или нет? У него другой закон, смотри. Ручка, помаши, блядь, мы не верим, что ты не видел, помаши рукой нам. Без веры угодить Богу невозможно. Это видео, блядь. Да, блядь, как вас зовут? Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул, Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год, достаточно? Бойся тут, которые раздетые валяются. Вы им не нужны, а только для Услады. Давай сюда, выглядывай. Да вы много не боитесь. Не ругайся, ничего, выходи. Ну я ж тебя не боюсь. Выходи, поговорим. Я вам радостную весть сообщу сегодня. Что это вас занесло-то так все, попрятались, как тараканы? Да, давай. Ну вылазь давай, вылазь. Смотри, что я принес вам сегодня. Радостную весть, что за наши грехи Христос умер и воскрес. И всех зовет, чтобы пришли с покаянием. Когда Господь был в гостях тут, и пришла одна женщина, блудница, и она распустила волосы, слезами ноги Христа омывала, волосами вытирала. И Господь говорит, ныне пришло спасение тебе. Иди и впредь не греши. Понятно. Давайте выходите. У вас, может, вопросы какие есть. Я вам дам адрес свой, вы зайдете ко мне. У меня большие ресурсы. У нас есть свой ютубе канал. На нем 18 с половиной тысяч роликов. Прикольно. Вы увидите, как мы строим деревню православную. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. Вы, если зайдете, посмотрите, какие у нас юноши, какие девушки, вы будете этот день считать самым счастливым в своей жизни. Прием. Ну, вы не знаете. Давайте договоримся. Выйдите сюда, я поговорю, вам оставлю адрес. Дождь. Давай, бери ручку, пиши. Вылезь оттуда, вылезь. Ну, не бойся. Вы же ничего плохого не сделали. Еще вот так-то боитесь. Вы бойтесь, которые голые валяются тут. У которого четыре жены дома. Ну, нашли бумагу, ручку? Нашли. Пишите. Два слова. Игнатий Лапкин. Это я. Хорошо. И вы в скайпе меня найдете сразу. В скайпе. А если зайдете на ютуб, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Найдем обязательно. Так, «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас есть сайт. Вы там дойдете. У меня там 41 тонн моих книг. Наша миссионерская поездка. Мы прошли с Барнаула до Владивостока и до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию. И везде дарили Библии. 650 городов подарили во все библиотеки книги мои. Мы людей призываем к Богу. Не к себе. Не к религии, а ко Христу. Чтобы жить свято. Понятно. Чисто. Давайте, сестры, какие вопросы у вас есть? Никаких. Бог существует? Обязательно. Если бы Бога не было, и нас бы не было. Земли не было, солнца не было. Ну и что? Ничего нет у вас? Что я вам могу рассказать? Если вы зайдете на наши ресурсы, если запишите через гугл сайт, называется сайт, система, сайт во свете Библии Игнатий Лапкин, точно так же. Вы там найдете ответ, который я даю студентам. На 4124 вопроса отмечаю. 55 папок. О семье, о религии, обо всем. 55 тем. Это что за воскресенье? Саламу алейкум. Алейкум салам. О, здоров. Богу слава. Слава Иисусу Христу. Только не ругайтесь. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о великой радостной вести, что Иисус Христос умер за грехи людей и зовет всех к покаянию, чтобы жили святой жизнью. Я вот рассказываю. Ну, но... Я не сделала, я не помню. Вот, сделала. Извините, у нас остались проблемы с вами. Вы не балуйтесь, ребята. Мы все смертные. Все будем умирать. А с чем мы предстанем? Неверующий во Христа, не принявший крещение, пойдет в ад. А верующий пойдет к Богу. После смерти другая жизнь. Это верят не только христиане. В это верят и другие люди. У них другая книга. Но там тоже написано, за злые дела будет возмездие на суде Божьем. Поэтому будьте внимательны. Перед девчонками не выламывайтесь. Они вам не нужны. Если нужна, она должна быть одна, верная тебе. Она может только верующей быть. Если она не верующая, она хвостом будет махать. Отламывать его. У нас в стране погибло 31 тысяча сел, деревень. И мы строим новую деревню с нуля. Поселиться может. Кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Весь мир скатывается к катастрофе, предсказывая Словом Божиим. И по-другому быть не может. Содом и Гоморра погибли за разврат. Когда мужчины разжигались похотью друг на друга, делая срам. И получая должное возмездие за свое заблуждение. Ты сам как на свет появился. Благодаря этому сраму. А так бы тебя не было. И не было крестоличьих слов в твоих уст. Бог установил брак, но не разврат. А как отличали брак от разврата? Ну как одно ребро Бог взял, Адам. А значит, одна жена должна быть. Жена, а не блудистая, не наложница. Ну хорошо, если меня... А то придумали главное. Нам разрешают, говорит, четыре жены, чтобы не блудить. Да ты четырьмя не поправишься. Да еще двести наложниц. Надо жить свято. А Павел говорит, остался без жены, не ищи жены. Женишься, не согрешишь. Но у вас будут скорби по плоти, а мне вас жаль. Первое постание к Коринфянам, седьмая глава. Все хорошее. Человек верит в Бога, имеет страх Божий. У него всегда мысль направлена к горнему. И написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Будет вечно гореть в огне с сатаной. Вот такие наши дела. Да мне без разницы, брат. Я все народ уважаю. Вам тут нравится быть в рулетке в этой? Я говорю, мне без разницы, кто по нации. Я все народ уважаю. Я не нацист, а без нас все. Вы можете сейчас разговаривать и ни разу не заругаться? Не заматериться? Давай болтаем. Ну вот я смотрю на вас, вот как вы разговариваете. Такое впечатление, что вы обкурены. Язык как-то не ворочается. Да и с каком городе? Да вам какая разница и с каком? Вы вопросы задаете, как бабка у колодца. Вы один вопрос задаете. Что делать, чтобы спасти душу? Что нам делать, муж и братья? Петра спросили, деяние 2.38. Он говорит, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. В каком городе? Ну я скажу, в каком городе? Нью-Йорке. Что вам это даст? Я говорю, если что, плохое слово я скажу. Для этого измени. Я говорю, я не нацист. Я и все народ уважаю. То есть вы сегодня не готовы к беседе, да? Я сижу на интернет. Я никого не показываю. Я такой, я нацист. Я христиан, я мусульман. Я такие, такие, такие. Вообще мне такие не нравятся. То есть вам не нравится? То есть вы мусульманин, да? А вы эту книгу считали мусульманин? Нет. Ты хоть знаешь, что тут написано? Мусульманин-то. У вас все мусульманство-то в чем заключается? Аллах Акбар. Иди головы режь. Так ты сделай, сделай для себя выбор. Быть в аду или в раю. Подумай, где тебе быть после смерти. Я разговаривал с мусульманами. Они говорят, это не мусульмане, которые здесь. Это шпана. А если ты, а если вы мусульманин, зачем из вайс Коран так показывает? Там нельзя. Бог так не скажет. То есть вы еще не знаете, не считали? Вы его не считали Коран, в руках не держали. Скажи, пятая сура, 47-й, 66-й аят. Это о чем говорят? Ну и все, поплыл. А мусульманин, только четыре жены давай. И уже пошел мусульманин. А ты живи свято, не женись. Для Бога. Неси благую весть о Христе Иисусе. Вот это будет видно. Радостную весть принесли в это место. Чтобы люди верили в Иисуса Христа, который умер за грехи людей. И воскрес для нашего оправдания. Кто не будет веровать, будет гореть в огне с сатаной вместе. Кто будет веровать во Христа, крещение примет по-божески. Тот будет в Царстве Небесном. Вот для чего мы здесь. А ты знаешь, что сейчас идет рождественский пост? Вы когда-нибудь вот эту книгу имели в доме? Считали? Естественно. Это же наша Библия русская. Считали. А главная мысль какая во всей Библии? Сука, блядь. Вы верите в Бога? Я хочу сказать, Баблядь. Мы принесли радостную весть в это блудное место. Что Иисус умер за грехи людей. Чтобы люди жили для Бога. Иначе после смерти будут в аду гореть вместе с огнем с дьяволом. Кто не будет веровать? Тут посмотрите, что на рулетке-то делается. 50% примерно... 50% мужиков голые и процентов 90% мусульмане. Это блудный огонь не зальешь. Убери с глаз долой. Поговорим. Людям угрожает огонь вечный. Они ильют в воду. Думают, залите. Страсть какая. Нет. Если у вас есть духовный вопрос о душе вечности, можем поговорить? Ну, давайте я не против. Давайте. Вы знаете, для чего человек рождается на земле? Такой странный вопрос. Любой. Где бы он ни был. В джунглях или на севере. Цель одна. Найти Бога. Ибо Он недалеко от каждого. И прославить Его. И спасти жизнь свою вечную. Через и Господа нашего Иисуса Христа. Который умер за грехи людей по Писанию. Умер и воскрес. И дарует прощение. Он за нас умер. Вот в этом весь смысл. Если ты этого не достигнул, лучше бы тебе не родиться. Иначе кто не будет веровать, осужден будет. В аду будет гореть сатаною. А верующего Христа будет в Царстве Небесном. Вообще-то, поскольку мой дедушка говорил, и живет человек для того, чтобы найти свой путь к смерти. У вас что-то все ушло. Одно ухо только видать. Посередке сядьте, чтобы видно было. Мы поговорим в самых добрых вещах. Нам прятаться не за чем. Мы не преступники. Ну вот. Ну да. Вот смотри. Мы, верующие христиане, строим православную деревню. У нас нельзя ни пить, ни курить, материться, воровать. Нет ни абортов, ни разводов. Вот это жизнь. И живут, как одна семья. Дети идут, кланяются. Христос воскрес, говорят. Государственная школа. Все построили своими руками. А в стране погибло 31 тысяча сел. 31 тысяча сгинули. Мы исчезающая нация. Самая быстрая на земле исчезающая. Потому что никому столько Бог не давал. Эту землю будут делить. Орвать на все части. Никакие атомные бомбы не помогут. А что сделать? Молиться, просить и плакать. Помилуй, Господи. За время перестройки в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Государство погибло в женском шереве и богине. Что, нормально это? Нет. Без Бога нет жизни. Нет радости, нет счастья. А только ожидание гиенского огня. А вы видели Бога? Мы верим в Бога. Если бы не верили, не были здесь. А кто не верит в Бога, он должен сомневаться в собственном существовании. Откуда ты взялся? Почему так дивно устроен? Все у тебя, только подумал и пальцы, и глаза, и брови. Все тебе дал Бог? Зачем? Как оно? Пингвин на севере? А одни льды ничего нету, живет-то. И в пустыне какая-то пташка. Как это так? Одинаково? Как они оказались? Не верит в Бога, даже которого не видели. Возможно, он даже и нас и не слышит. Давно отвернулся от нас. С Богом дивно жить, когда ты все доверяешься Ему. Вот у нас тут встречается много мусульман. Я говорю, а что самое ценное мусульман? Ну, они ничего не знают. Я говорю, это ваша книга? Ну, да. Ну, я говорю, так почему по ней вы не живете-то? Совершенно не знают ее, не считали. Только одно, да, и блудить где. Больше ничего нету. Религия блуда.